Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Из запрещенных веществ он делал закладки по городу, по большей части в лесотундре. Там полицейские изъяли 31 закладку общей массой более 27 граммов. По решению суда наркоторговец-рецидивист отправится в колонию строгого режима на 9,5 лет. Житель Лабутнанге обвиняется в незаконном хранении боеприпасов. Установлено, что 26 сентября местный житель нашел 20 патронов калибра 5,6 мм, которые решил сохранить у себя дома без сейфа и без разрешения. Сейчас правоохранители все изъяли, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Мошенники умело сыграли на наивности Новорингойки и уговорили 31-летнюю женщину взять кредит на 200 тысяч рублей. Так неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанкционированной операции мошенник убедил ее оформить кредит, снять деньги и перевести их на счет временной ячейки. Не усомнившись ни в едином слове собеседника, горожанка выполнила все согласно инструкции. Возбуждено уголовное дело. Полицейские Пуровского района установили подозреваемую в краже женщину. В августе в дежурную часть обратился 52-летний мужчина. Тот заехал пообедать в придорожное кафе, а после обнаружил, что его сумка пропала. Вместе с ней деньги, банковские карты и серебряная цепочка, которая находилась внутри. Общий ущерб потянул больше, чем на 13 тысяч рублей. Полиция выяснила, что подозреваемой в хищении оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Югры. Оперативникам злоумышленница уже призналась, что это она украла со столика сумку заявителя. Деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 999-97